Всем привет, с вами Фрост, и сегодня я ел курочку, интригующее начало. Вот сейчас сидел, ел курочку, спокойно смотрел, кинчи, никого не трогал, как звонит мне снег и говорит, смотри, что в тренде есть. Ну сначала я, конечно, послал его в задницу и доел курочку, а потом уже открыл этот тренд. И что я здесь увидел? МОСК КОТОРЫ УБИВАЕТ СОБАК! Но на самом деле не об этом, здесь немножечко пониже есть ролик под названием ДЕГРАДАЦИЯ В ТРЕНДЕ НОМЕР 6 ПРАНКИ ОТ ФРОСТА. На секундочку сразу поправочка, я не снимаю пранки вообще, на моем канале был один единственный пранк, и он был на Хэллоуин. Это уже о чем-то говорит, это уже говорит как минимум о том, что человек просто такой, эээ, блин, надо что-то записать, что-то записать, надо записать какое-то говно, как обычно. Зайду-ка я в тренд, в принципе, этому посвящен канал, и чё-нибудь, какой-нибудь обзорчик там напелю, состряпанный из кучи каких-то картинок из гугла, шо у меня просто глаза на лоб лезут, но это увидите немножечко позже. Я вообще обычно не обращаю внимания на такую херню, потому что обычно школьники снимают, ой, вся правда, Фрости и прочее говно, я обычно просто поржал и забыл, закрыл, но тут, тут ролик попал в тренд, наверное, тут что-то годное, подумал я, и думаю, дай-ка я посмотрю и вам заодно покажу. Наверное, там годнота какая-то, ну не будет же нам Ютюб говно какое-то в тренд кидать, наверное, на восьмом месте, на восьмом месте, наверное, что-то крутое, ну пойдёте посмотрим, давайте посмотрим. Канал называется Дегра Туб, полностью канал посвящен деградации на Ютюбе, все любят кукарекать, ну ладно, не все, многие любят кукарекать о том, что КОКО, Ютюб деградирует, блин. Ютюб не деградирует. О чём этот канал? Ну, о деградации в тренде, судя по тому, что я вижу, это один из тех паразитов, который ничего сам не делает, но критикует тех, что они херово чё-то снимают, хотя мультики, ну я не знаю, если он мультики рисует сам, один я посмотрел, он был неплох, так скажем, сойдёт, тогда он молодец, хоть в чём-то, но хотя это как ведро с говном, в которое насыпали немножечко изюма, некоторым изюм вообще не нравится, так что, дегра, 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 сплошная деградация и хайпкэм, ладно, хера с ним, у меня артистрит от этих картин в глазах, самая пулярная, самая пулярная, самая пулярная, оно вернулось, и, конечно, куда же без ролика про Шурыгину. Мультик про симптомы Мультик про тренд Опять деградация, деградация, деградация Про, видимо, детские каналы, которые снимают Ну, для детей, что вы хотите Деградация в тренде Господи, как это скучно Одна деградация в тренде Короче, тут сплошной обзор на тренды И на детские каналы И на хайпкэп И, собственно говоря, на все трендовые темы на которых можно срубить просмотров и заработать себе на доширак. Как зовут чувака, не знаю. Чайком Хлюб с вами Дегратуб. Вау! Слушай, да ты поэт, братан, братан. Слушай, дай я тебе руку пожму. Как чувака зовут, хер его знает, еблетом он тоже нигде не светит. В общем, я не нашел. Если он где-то есть, но я что-то сомневаюсь. Судя по его контенту, он вряд ли где-то еблетом светит. Он светит только картинками из Гугла или из Яндекса. Ой, заткнись, оставай. Все, хорош. Да, я понял. Все. Начало видео. Начало видео. Прекрасное видео. Так, какие-то мистер Максы на заставке, да. Заставка это так модно. Я обожаю заставки, да. Вау, 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 вау. Ну что, вы готовы к порции отмены дегр... Да, давай, больше Жогова, давай. Давай, покажи мне. И нет, на самом деле сейчас мы не будем говорить о хайп-кемпе. Я понем... Блядь! Сука, ну, ну, блядь, ну. Ну, блядь. Ну, я хотел, ну. Ну, сука. Вышел новый выпуск Алекса Бойко, и сегодня он устроит противостояние Орбис против Миксер. Название ролика заслуживает отдельной похвалы Выживут ли Орбизы, Базуки в Миксере? Прям мастер хайпануть на популярной теме. Мда, сами поймете. О, господи! Кто такой Алекс? Мне на него насрать, я не буду смотреть про него обзор. И твою мать, ну, господи, ну, куда столько картинок из Ютуба? Они же... Ну... Они же авторские. Ну, похи, что... Начинает неистово раскидывать эти ебаные шарики по всей кухне. Сука! Вот как он... Сука! Не матерись на моем канале, блядь! Тут я, блядь, сука, матерюсь! Ты меня понял? Сука! Не, ну оху... Пустили, быдло, на... Куда ты вообще в культурном обществе? Сука! Кого хера? Насколько... Братан! Братан! Ты оху... Надо быть адекватным и с хорошим чувством юмора, чтобы не понять этого изначально и, блядь, включать... Ты обзор делаешь на... Канал, который находится в категории детского контента. Я не... Ты тратишь мое время. Ты... Это детский контент. Детский контент. Все, что там нужно, это яркая картинка. И все. Дети камни с земли некоторые едят. Иди нахер. Хотя чему удивляюсь я? Нужно всегда помнить, в чем смысл этого канала. Ему нужно сделать... О, господи! Какое это говно! Подпишись на меня и поставь лайк, чтобы я показал тебе больше такого говна. Братан. Братан, братишка. Я принесу тебе покушать. Так что ты покушаешь прям, братан, братан, братишка. Офигенно! Просто, просто, братан! Красава, красава, красава. Молодец. Респект тебе. По секрету, респект. Я сейчас тебя буду хуесосить. Но респект, конечно. Господи, у него на каждое предложение есть картинка. Мне публики, как никогда, кстати, нужно. Опять же, судя потому, что это безумно всем заходит. Однажды, прогуливаясь по просторам трендов, я наткнулся на ролик, у которого безумно крутая статистика по соотношению лайков-дизлайков. На самом деле, у канала почти 7 лямов подписчиков, и мне стало интересно, что это за годнота-то такая. Видеоролик идет всего 8 минут, и вдруг я подумал, вот оно, то самое качество, мимо которого ну точно не стоит проходить. Я тоже так подумал, когда увидел твой ролик. Подумал, ну ёптвою мать, ну в тренде, ну 9 с половиной минут ролик идет. Ну здесь, ну тут-то точно будет, что посмотреть-то, точно будет, а не обзор на детские видео. Ами этим поделюсь. Ну вот. Всем привет! Как уже знаете... Здарова, что это за красавчик-то, а? У нас так она нескоро будет 7 миллионов. А в честь этого праздника бабуля решила податься в блогеры. Ну, сами увидите, какая херня из этого вышла. На самом деле, самоиронию у чувака не отнимать. И быть честным, я бы такую херню сам постеснялся бы выкладывать, учитывая масштаб такого прекрасного канала. В общем, смотрите сами. Нормальный такой скетч. В лучших традициях Олекса Бойко. Главное, адекватность и хорошее чувство юмора, чтобы понять такой контент. В течение пяти минут чувак, переодевшись в бабулю, вываливает из пакета совершенно рандомные вещи, которые они нашли за полчаса до съемок. И часть всяких штук, типа знака, шипованная резина и гаечного ключа. Вытащили, которые из тачки... Которые, кстати, мы... Он, короче, где-то в лесу валяется, этот гаечный ключ, потому что я положил у него клавиатуру, и, короче, он... Где-то в снегу у меня и остался этот ключ, между прочим. Там трофейный ключ валяется, если вдруг еще его никто-то не спер. Ки-бедолаги, который согласился их подвезти в ближайший лес ради творчества. Ну давай больше шутов. Разъебал бедную клаву. Рейзер, ка... Эта клавиатура не работала. Я три раза в ролике об этом сказал, что она не работала. Во-первых. А во-вторых... Который мог бы отдать любому из подписчиков, а то зажрались, бля... Ну знаешь, ты мог бы мне отдать... Зарплату свою, а то, знаешь ли, что ты ее сам-то тратишь, например. А что б нет, м... Че хочу, то я врачу. Моя клавиатура, я на нее молоко пролил, я ее уничтожил. Я ее породил, я ее купил, я мое-то ее уничтожил. Пошел-ка ты нахер, козел, я тебе че скажу. С такими заявлениями. Знаешь, эти кококой еще с 2015-го не модные стали. Болевый вар... Братан. Ты даже не смог нормально скачать ролик с YouTube, чтобы он у тебя не рябил, он у тебя крашится по пикселям. Че за говно? У меня нет такой херни на видео, это ты и заговнял мне видео. Потом выбегают какие-то... Во-первых, это видео отсылочка к первым роликам, которые были сняты на юбилей. Они были сняты именно в том... В том стиле, что настолько абсурдно, что аж смешно. В этом, собственно говоря, получается и смысл этого ролика. Ты не мог... Я не знаю, у меня столько роликов на YouTube абсолютно разнообразного направленности. Можно было найти ролик гораздо более интересный, до которого можно было более интересно доебаться, но тебе было лень даже открыть канал. Ты взял первый, первый попавшийся ролик взял, который... Ну, его бессмысленно... До него бессмысленно докапываться. Это отсылка к первоисточникам, которые были сняты неадекватно там. Блин, ну это смысл этого ролика, понимаешь? Это смысл. Это бабка менты. Это отсылка к другому ролику, где гопника арестовывали другие. В том же стебном стиле. В том же стебном стиле. Ну ему же похер, ему главное сделать контент. Ну как-нибудь на отъебись, потому что этот ролик был записан... Ну... Минут за 15. Смонтирован минут за 20. Это же у нас... Годный контент. Мы сейчас с вами разговариваем... С экспертом среди годного контента. Он знает, что такое годный контент. Это... Нахуярить кучу разных картинок, которые чуть-чуть привязаны по смыслу, к тому, что ты там... И якобы разговариваешь таким интересным голосом, что прям аж интересно слушать. Ну, а во-вторых... Это забавно. Если ты не сидишь на огромной бутылке, этот ролик достаточно забавный. Ладно, давай дальше. Какие-то чуваки, он с ними эпично пиздится, в слоумо наваливает им пизды. И все это, конечно же, в образе так называемой бабки. И, конечно же, эта постановка совершенно не имеет никакого сюжета и хоть маломальского события. Она имеет отсылку. Плюс сюжет в том, что бабка... Ну, типа она... Это стёб на ролике... Во-первых, это стёб на ролике «Что в моей сумочке» с отсылкой на два... На один исторический ролик и ещё на один... Ну, типа... И ещё на один ролик. Не исторический, но, тем не менее, отсылочка к нему есть. Ну, как... Ролик-то надо из чего-то делать, а тут... Какая удачная, какая-то дичь от семимиллионного канала в тренде. Надо брать. ...бытие, которое могло бы вызвать хоть какой-то интерес к происходящему. Вот теперь ответьте мне на пару вопросов. Кому может быть, блядь, это интересно? Может быть, я предвзято отношусь к... Тем, кто не сидит на огромной бутылке своим огромным очком, это довольно забавно. ...такому виду контенту может, конечно, если смотреть это в скорости 1.25, то... Кстати, хорошая мысль. Давайте попробуем. Так его может быть... Может быть, так эти долбаные его картинки с меняющейся скоростью дрочливой макаки не будут вызывать у меня эпилепсию. Давай, 1.25. ...сие творчество обретёт хоть какую-то ценность, но вот правда, я ни в коем случае не хочу ругаться матом, что, собственно, не позволяет мне воспитание, но, блядь, про... Чё ты там не хочешь делать, блядь? Чё ты там не хочешь делать? То есть, в начале ролика это ты демонстрировал нам свою воспитанность, да? ...правда? На канале почти 7 лямов подписчиков, которые готовы хавать подобного рода худо... Еблец, Воль, завали и не трогай мою аудиторию. Моя аудитория красавчики. Респект вам, братули. Давайте, пятюлю. Нэ. А тебе я сейчас лайк поставлю. Красава, от души респект. От меня лайк. Респект. Лично от меня обезьянка заслужил. Респект тебе. Муа, блин. Божественный материал, который не несёт за собой, ну вот совсем нихуя. Ну, повтори это ещё три раза. Я... Я хочу... Давай, скажи это ещё раз. Ну, совсем никакого смысла. Ну, совсем. Ну, давай, ну, ну, давай. Ты должен, с***, ставить акценты, понимаешь? Акцент, с***, ставить на то, что-то бесполезно. И ты, только ты, ты, гуру, годного контента, и все должны смотреть только тебя. Тебя, мазафака. От этого не... Причём здесь вообще Супермен и Бэтмен? Причём? И ты мне загоняешь про какой-то смысл, про какую-то привязанность сюжета, картинок. Знаете, я очень сдерживаюсь в данном обзоре, потому что я достаточно злой, импульсивный человек. Я не знаю этого человека лично. Возможно, он очень развитый, развитый в духовном смысле человек. Может быть, он в физическом смысле развитый человек, что я очень даже уважаю в людях. Может быть, он много интересных книг прочитал. Может быть, у него интересные мысли есть, которыми... Может быть, с ним просто интересно общаться, ли он хороший человек. Я не могу об этом. Я не могу судить человеке по одном видео, в отличие от него, как он делает. Как он это делает, судя по всему, всегда. Я очень сдерживаюсь, чтобы не наговорить ничего лишнего и личного. Не смешно, не грустно. Тут даже я не узнал в полной мере, что произошло с той клавиатурой, как... Она сдохла. Тебе все прекрасно показали. Клавиатура сдохла. Ее сломали пополам об коленку. Братан, что с ней произошло? Она переломилась. Пере-ло-ми-лась. Или у тебя мозг переломился от детского контента, который ты обозреваешь в трендах. Э? Которую он разбил топором. И какая она стала на вкус после данного эксперимента? Братан. Снимай ме... Слушай, меньше смотри детского контента. У тебя... Не стоит. Ну, лучше не надо. Ну, не стоит это. Не стоит это того. Лучше не надо. Мы увидели бабку, которая из какого-то черта в лесу, блядь, выкинула из пакета какие-то вещи, которые... Я тебе объяснял, почему бабка делает обзор на свою сумочку. Но вместо... Ну, у бабки нету сумочки. Понимаешь, у нее нету сумочки. Она всегда ходит с черным пакетом. И в этом пакете явно что-то незаконное лежит, потому что она им ложит людей с одного удара. Вот. Это наглядная демонстрация частично вещей, которые находятся у бабушки в пакете. У бабушки в пакете по сюжету находится целая вселенная. И сам Ивангай там потерялся. И не только. Ты... Ну, реально, настолько поверхностное мышление, ты даже не пытаешься понять смысл того, что видишь. Ну, хоть... Блин, ты слишком много смотришь детского контента. Понимаешь, здесь нужно мыслить глубже, немножечко. А еще лучше посмотреть отсылочки, к чему привязан этот ролик. Они, между прочим, есть в описании к этому ролику, чтобы... Я всегда оставляю ссылки на отсылки, блин. ... которые не связаны ничем и у которых нет своей истории. Потом пришли чуваки, попиздились с ней и... Ты уже это говорил. Ну, серьезно. Ты это уже говорил, и я тебе уже говорил, что это полиция годноты, которая пришла арестовать бабку за то, что он ху** не мает. Скоро они за тобой, видимо, приедут, ёпта. Собственно, все. Судя по всему, это андеграунд ютуба, который поймет не каждый. Только вот каким образом он попал в тренд? Это, конечно... Каким раком твой ролик попал в тренд? Братан, тренд это вообще странная штука. И туда попадают не потому, насколько ролик хайповой темой связан. Как ты любишь про Синтол, про Шурейди, но и про прочую вот эту херню снимать. Лишь бы в тренд попасть и просмотров срубить. Некоторые снимают ролики для души и вообще не на хайповые темы, а на просто то, что тебе пришло в голову и ты БАМ взорвался и снял ролик на эту тему. Тебе зашло, тебе весело. Ты не представляешь, какой угар у нас был на этих съемках. Я ни в коем случае не жалею о том, что снимал этот ролик. И сфига ли мне жалеть от того, что у какого-то петуха-кукареклока на меня что-то там пооткрывалось. Конечно, остается загадкой. Ведь не для каждого зрителя это будет ценно. Давайте не позволим такому... Господи, твои ролики настолько ценные, что просто 99,9% людей дрочат на них по ночам просто. Такое еще опопсеть. А остальные, видимо, просто дебилы и тебе завидуют и не хотят смотреть твои ролики только поэтому. Мне вообще Снэйк предлагал просто кинуть ему страйк и вот такой бал-балтяру на него так положить вместе со страйком. Но я решил, думаю, забавно, обзор какой-то в тренде на меня попал, какую-то херню пацан несет, пацан, мужик, я не знаю, сколько ему лет, я о нем ни хера не знаю, честно говоря, особо знать не хочу. Без понятия сидит там кто-то, что-то разглагольствует, еблетом не светит, хер знает, что за хер с горы вообще. У меня вот вопрос, на кой хер в названии написано за 10 минут? Это челлендж какой-то или что? Зачем там написано за 10 минут, когда там вообще 9.50? И при чем тут 10 минут? Это так быстро? Или ты так много сделал за это время? Ты взял три каких-то ролика, что-то там про них поговорил, про некоторые вещи, даже повторился по нескольку раз, видимо, чтобы расставить акценты! Респект тебе за такие акценты, все, как тебя правильно учили. Нужно составить акценты. Акценты это важно. Реакция на реакция на хайтера, слушай, это целая рубрика. И исходя из тематики его канала и того, что я увидел сейчас в этом ролике, и того, что я видел вообще у него на канале, скорее всего, он посмотрит это видео и, скорее всего, он запишет на него ответное видео, ведь это такой шанс, такой контент произвести, вряд ли он его упустит. Ты с такими обзорами поаккуратнее, братишка, поаккуратнее с такими обзорами, братишка, а то ненароком можешь и хуй в рот поймать. И вообще, слезь уже с бутылки, а? И мир сразу преобразится. Если не видеть в мире одно дерьмо, мир становится лучше. Поэтому я, пожалуй, закрою твой канал и больше не возвращусь на него, поэтому я не буду снимать. Если вдруг он запилит какой-то обзор, вряд ли. Я чисто принципиально не буду снимать на него больше ничего. Хватит с него бесплатной рекламы, но если, конечно, он вдруг не снимет что-то мега эпичное, что я прям такой, братан, красава, надо тебя похвалить, я не знаю. Ну или у меня бомбанет сильно, что вряд ли. Ну а вы будьте молодцами, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал, ссылочки в описании, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, делитесь с братюнями, ну, не знаю, пусть для общего развития посмотрят, какие у нас каналы есть. Я тут... До скорых встреч, всем удачи всем. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok